Итак, переходим ко второй части занятия. Задание 1 тип B9. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Найдите в приведенном ниже списке факторы, влияющие на повышение спроса на потребительские кредиты. Главное слово – повышение спроса. Итак, рост цены на товар. Естественно, это понижает спрос, потому что не у всех могут быть в связи с ростом цен деньги на данный товар. Примерно покупку телефона или другого вида товара. Повышение налога на добавленную стоимость. Добавленная стоимость – это та стоимость, которую предприятие и организации устанавливают помимо себестоимости самого товара. К примеру, стоимость производства телефона будет 5000 рублей, плюс стоимость найма работников, допустим, в месяц еще 5000 рублей. Того стоимость телефона, себестоимость, будет равна 10 000 рублей. Но предприятию уже нужна выгода, следовательно, они повышают данную стоимость, к примеру, до 12-13 000 рублей. Таким образом, повышение налога на добавленную стоимость тоже не является следствием повышения спроса потребительских товаров или причиной. Вариант номер три – снижение производства товаров. Также не является, потому что, когда происходит снижение производства товаров, то есть на рынке происходит дефицит товаров, спрос может увеличиться, а может и не увеличиваться. Потому что снижение производства товаров – это чаще всего следствие того, что спрос на данный тип товаров низкий. Интенсивная реклама товаров, естественно, повышает уровень спроса. Доступность потребительских кредитов также влияет на повышение уровня спроса, так как благодаря потребительским кредитам увеличивается платежная способность населения. Увеличение доходов семей также повышает уровень спроса по тому же принципу, что и доступность потребительских кредитов. Таким образом, варианты 4, 5 и 6 являются верными. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. Рынок спортивной одежды области Z поделен между четырьмя крупными компаниями и операторами. Другие производители не представлены. Выберите в приведенном ниже списке характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое – рынок услуг. Второе – совершенная конкуренция. Третье – региональный рынок. Четвертое – рынок товаров. Пятое – олигополия. Шестое – рыночный дефицит. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Читаем задание. Рынок спортивной одежды. Так как это рынок одежды, то это будет рынок товаров. Следовательно, вариант один – рынок услуг. Не является верным. Области Z. Область Z, то есть это, к примеру, область какой-то страны. К примеру, взять Российскую Федерацию и Московская область или там какая-либо другая область. То есть это региональный рынок. Поделен между четырьмя крупными компаниями-операторами. Это олигополия. Так как именно при олигополии монополия или рынок поделен между несколькими крупными предприятиями. Но мелкие предприятия никак не представлены, так как они не способны с ними конкурировать. Также очень часто между этими крупными предприятиями существует какой-то негласный договор. К примеру, они сами договариваются о ценах на свои товары и услуги. Таким образом, вариант номер два – совершенная конкуренция, нам не подходит. А вариант номер шесть – рыночный дефицит, вообще не относится к вопросу. Таким образом, вариант три, четыре и пять являются верными. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. По окончании колледжа студент планирует открыть индивидуальное предпринимательство. Найдите в приведенном списке примеры трудностей, с которыми он может столкнуться при такой форме организации бизнеса. И запишите цифры, под которыми они указаны. Первое – высокий риск вложения капитала. Второе – ограниченность свободы действий. Третье – ограниченность средств на рекламу. Четвертое – сложность управления предприятием. Пятое – ограничение средств для привлечения профессионалов. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Спасибо за ваши ответы. Переходим к разбору задания. Итак, по окончанию колледжа студент планирует открыть индивидуальное предприятие. Найдите в приведенном списке примеры трудностей, с которыми он может столкнуться при такой форме организации бизнеса. И запишите цифры, под которыми они указаны. Высокий риск вложения капитала. Безусловно, такая трудность вызовет у индивидуального предпринимателя очень большие заботы. Потому что капиталовложения редко вкладывают в индивидуальные предприятия, так как они еще довольно слабые и, так сказать, нерентабельны в какой-то степени. Потому что они ненадежны. К примеру, человек, он закончил, к примеру, курсы прихмахера. Он открыл собственный салон, но в какой-то момент он может разориться под какими-то обстоятельствами. А, к примеру, крупная компания, у которой есть несколько сетей прихмахерских разных, или одна сеть прихмахерских, то в нее капиталовложения как бы выгоднее вкладывать и надежнее. А второе. Ограниченность свободы действий. Это не относится к индивидуальному предприятию, так как в индивидуальном предприятии свобода действий практически не ограничена. Она ограничена только законом. Это относится ко всем предприятиям. Ограниченность средств на рекламу. Безусловно, так как предприятие довольно слабое, оно только развивается, денег на рекламу очень мало. Сложность управления предприятием. Не является верным ответом, так как это является общим. К примеру, в большой крупной компании управлять ей тоже очень сложно. Также может быть очень сложно управлять индивидуальным предприятием в зависимости от области его действия. Ограниченность средств для привлечения профессионалов. Также является верным ответом, так как предприятие молодое, оно не обеспечено большим количеством финансов, и у нее нет репутации, потому что заработать оно ее еще не могло. То есть профессионалы в данное предприятие идут с неохотой. Таким образом, верными ответами являются ответы 1, 3 и 5. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. В городке ЗЭТ электроэнергию, отопление, подачу воды в доможителей осуществляет только одна компания. Выберите из приведенного ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Рынок средств производства. Второе. Частная, чистая конкуренция. Третье. Местный рынок. Четвертое. Рыночный дефицит. Пятое. Монополия. Шестое. Рынок услуг. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Спасибо за ваши варианты ответов. Вы большие молодцы. Все абсолютно ответили правильно. Итак, читаем задание. В городке ЗЭТ электроэнергию, отопление, подачу воды, то есть это рынок услуг, осуществляет только одна компания. Одна компания – это Монополия. Выберите из приведенного ниже списка характеристики данного рынка. В городке страны ЗЭТ или в городке ЗЭТ, то есть это местный рынок. Таким образом, варианты 3, 5 и 6 являются верными. Чистая конкуренция и рынок средств производства сюда не относятся так же, как и рыночный дефицит. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Хорошо, вопросов нет. Мы переходим к следующему заданию. Найдите в приведенном ниже списке факторы экстенсивного экономического роста. Запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Освоение целинных и залежных земель. Второе. Повышение квалификации работников. Третье. Внедрение новых технологий. Четвертое. Увеличение капиталовложений. Пятое. Привлечение дополнительных рабочих. А шестое. Рациональное распределение ресурсов. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Найдите в приведенном ниже списке факторы экстенсивного экономического роста. Итак. Экстенсивный экономический рост. Это рост или экономики, грубо говоря, вширь. То есть, это увеличение количества производства, но не увеличение его качества. То есть, вариант номер один. Освоение целинных и залежных земель. Повышение квалификации работников. Это увеличение качества товара. Сюда не относится. Нанедрение новых технологий. Также сюда не относится. Увеличение капиталовложений. Относится. Привлечение дополнительных рабочих. Также является верным ответом. И рациональное распределение ресурсов. Не является верным ответом. Таким образом, верными ответами является один. Один, четыре и пять. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. На рынке сотовой телефонной связи страны А действуют три крупных оператора, диктующие цену на товары, на тарифные планы. Выберите из перечня характеристик данного рынка. Так, национальный, олигополия, монополия, рынок услуг, финансовый рынок. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. На рынке сотовой телефонной связи, то есть это рынок услуг страны А, национальный, действуют три крупных оператора, диктующие цены на тарифные планы. То есть три крупных оператора установили монополию на сотовую связь. Это олигополия. Таким образом, верными ответами являются один, два и четыре. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие отличительные черты мажоритарной избирательной системы и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Государство делится на избирательные круга. Второе. Избиратели голосуют за личность кандидата. Третье. Государство представляет собой единый избирательный округ. Четвертое. Избиратели голосуют за политическую партию. Пятое. В день голосования запрещена политическая агитация. И шестое. Победившим считается кандидат, набравший большинство голосов. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие отличительные черты мажоритарной избирательной системы. И запишите цифры, под которыми они указаны. Итак. Государство делится на избирательные округа. Действительно, при мажоритарной системе государство делится на избирательные округа. И победившие кандидаты от округов уже будут составлять парламент данного государства. Ставим галочку. Первый вариант нам подходит. Избиратели голосуют за личность кандидата. Также при мажоритарной системе избиратели голосуют за личность кандидата. Так как именно, ну грубо говоря, примером мажоритарной избирательной системы можно считать выборы президента. В любой стране выборы президента осуществляются по мажоритарной системе, кроме США. Вариант номер три. Государство представляет собой единый избирательный округ. Этот вариант является общим для всех избирательных систем. Он нам не подходит. Избиратели голосуют за политическую партию. Данная характеристика относится к пропорциональной избирательной системе. Вариант нам не подходит. В день голосования запрещена политическая агитация. Этот вариант нам не подходит, так как в день голосования запрещена политическая агитация при любых избирательных системах. Это делается для того, чтобы не было давления на избирателей, чтобы избиратель мог сам собраться с мыслями и выбрать ту партию или того кандидата, за которого он будет голосовать. И шестое. Победившим считается кандидат, набравший большинство голосов. Действительно, по мажоритарной системе победителем считается кандидат, который набрал 50% голосов плюс 1 голос. Таким образом, верными ответами является вариант номер 1, 2 и 6. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Пропорциональная избирательная система характеризуется тем, что государство представляет собой единый избирательный округ. К примеру, можно взять выборы в Государственную Думу Российской Федерации, когда вся страна голосует за какую-то партию, а партия уже, благодаря тому количеству голосов, которые она получила, будет пропорционально выдвигать своих кандидатов в Государственную Думу. Мы не голосуем в данном. При данной системе избрания политических лидеров не голосуем за личность кандидата. Грубо говоря, к примеру, две партии, которые в данной стране есть, одна партия набрала, к примеру, 70% голосов, вторая 30%. Соответственно, и парламент этой страны, или Думу этой страны будут составлять 70% победившей партии членов и 30% проигравшей партии представителей. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо, вопросов больше нет. Мы переходим к следующему заданию. Найдите в приведенном ниже списке политические институты и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Общественно-политическое движение. Второе. Политические партии. Третье. Политическая культура. Четвертое. Политические нормы. Пятое. Государство. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Найдите в приведенном ниже списке политические институты и запишите цифры, под которыми они указаны. Итак, общественные политические движения являются политическим институтом. К примеру, можно сказать, что Народный фронт в России на прошлых политических выборах президента. Но вот вопрос, против кого воюет этот Народный фронт, не ясно. А второе, политические партии, безусловно, они являются политическими институтами. Политическая культура не является политическим институтом и политические нормы также. Государство является политическим институтом. Таким образом, верными ответами являются 1, 2 и 5. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. Найдите в приведенном ниже списке формы государственного территориального устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны. Первое, абсолютная монархия. Второе, парламентская республика. Третье, федерация. Четвертое, унитарное государство. Пятое, тоталитарное государство. Шестое, конфедерация. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Найдите в приведенном ниже списке формы государственного территориального устройства. Запишите цифры, под которыми они указаны. Абсолютная монархия. Это форма правления. Парламентская республика. Также является формой правления. Федерация. Это форма территориального устройства. Когда в данную страну или государство входят относительно независимые территории. Унитарное государство. Также является формой территориального устройства. Это когда государство является цельным и неделимым. Тоталитарное государство. Тоталитарное государство не является формой правления. Не является верным ответом. Конфедерация является верным ответом. Это содружество независимых территорий или государств. Примером конфедерации является Европейский Союз, ЕС. Таким образом, верными ответами являются 3, 4 и 6. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет. Переходим к следующему заданию. Вопросы нет. Третье. Свободные средства массовой информации. Четвертое. Институт, уполномоченного по правам человека. Пятое. Право распуска Государственной Думы Российской Федерации. Шестое. Подчиненность правительству Российской Федерации парламенту. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Есть три вида республик. Президентская, парламентская и смешанная. Парламентская республика характеризуется тем, что парламент является единственным законодательным или правительственным органом, который управляется всей страной. Чистая парламентская республика встречается очень редко. Очень часто республикой является либо смешанная, либо президентская республика. Выборы в парламенте осуществляются различными способами. Это может быть как пропорциональная избирательная система, так и мажоритарная. При парламентской республике парламент несет полностью ответственность за ту политику, как внешнюю, так и внутреннюю, перед народом. То есть он выполняет функции правительства. Я ответил на ваш вопрос? 1, 3, 5, но не уверен. Так, у нас 10. 1, 5, 6. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Итак, найдите в приведенном ниже списке элементы системы сдержек и противовесов между ветвями власти в правовом государстве. Запишите цифры, под которыми они указаны. Итак, возможность наложения президентом Российской Федерации вета на законопроект. Это относится к данному вопросу, так как благодаря наложению вета президент может вернуть данный законопроект на стадию доработки или на стадию обсуждения в Думу. А. Конфедерация, общество защиты прав потребителей. Сюда это не относится. Свободные средства массовой информации. Также не являются системой сдержек и противовесов. Институт уполномоченного по правам человека. Это вообще спорный вариант в данном ответе, так как в правовом государстве такого института не должно быть. Или даже человека по правам уполномоченного. А право распуска Государственной Думы президентом Российской Федерации является верным ответом. И. Подчиненность правительству Российской Федерации парламенту также является верным ответом. Таким образом, вариант 1, 5 и 6 являются верными ответами. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. Найдите в приведенном ниже списке полномочия президента Российской Федерации. Введите цифры, под которыми они указаны. Первое. Выступление в качестве главы государства с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Второе. Внесение поправок в текст Конституции Российской Федерации и иные конституционные законы. Третье. Наложение вета на некоторые законы, принятые Думой с целью их повторного рассмотрения. Четвертое. Роспуск Государственной Думы и объявление досрочных парламентских выборов в случае несогласия президента с позицией Думы по бюджетным вопросам. Пятое. Подписание от имени Российской Федерации международных договоров. Шестое. Посещение войсковых частей в качестве Верховного Главнокомандующего. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору задания. Итак, найдите в приведенном ниже списке полномочия президента Российской Федерации и обведите цифры, под которыми они указаны. Итак. Выступление в качестве главы государства с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это является одной из функций президента. Внесение поправок в текст Конституции Российской Федерации и иные конституционные законы. Это не является полномочиями президента, но, тем не менее, поправки в Конституции касательные срока нахождения на президентском посту были внесены. Наложение вета на некоторые законы, принятые Думой с целью их повторного рассмотрения, также является верным ответом. Распуск Государственной Думы и объявление досрочных парламентских выборов в случае несогласия президента с позицией Думы по бюджетным вопросам. Это не является верным ответом, так как Государственная Дума должна контролировать и помогать президенту. Подписание от имени Российской Федерации международных договоров является верным ответом. Посещение войсковых частей в качестве Верховного Главнокомандующего. Также является верным ответом, это закреплено в Конституции Российской Федерации. Таким образом, верными ответами являются вариант 1, 3, 5 и 6. Есть ли у вас какие-либо вопросы? Хорошо, вопросов нет. Мы переходим к следующему заданию. В государстве Z власть передается по наследству. Власть короля ограничена законами страны. Выборы в парламент происходят регулярно. На альтернативной основе. Жители государства обладают всей полнотой гражданских прав и свобод. Развитые институты гражданского общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. Найдите в приведенном ниже списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Унитарное государство. Второе. Федеративное государство. Третье. Конституционная монархия. Четвертое. Демократическое государство. Пятое. Абсолютная монархия. Шестое. Президентская республика. Сейчас у вас есть время подумать над вариантами ответов. Итак, большое спасибо за ваши варианты ответов. Переходим к разбору заданий. В государстве Z власть передается по наследству. Власть короля ограничена законами страны. А так как власть передается по наследству и она же ограничена законами страны, это у нас конституционная монархия. Выборы в парламент происходят регулярно на альтернативной основе. Жители государства обладают всей полнотой гражданских прав и свобод. Развитые институты гражданского общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. А так как территории не обладают политической самостоятельностью, то это у нас унитарное государство. А исходя из того, что граждане обладают всей полнотой гражданских прав и свобод, а также развитые институты гражданского общества, это у нас демократическое государство. Примером такого государства является Великобритания. Таким образом, правильными вариантами ответа являются 1, 3 и 4. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на ЕГЭ-70, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Также я советую вам написать те задания и те темы, которые вам будут интересны при следующем разборе в группе в диалоге. Если вам понравился наш разбор заданий, поставьте «Мне нравится» сверху в чате. До встречи через неделю. До скорых встреч.